МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выставка современного искусства «Человеческий интерес» открылась в галерее Футура. Какие пластические и смысловые возможности живописи исследуют художники, узнаем прямо сейчас. У нас в гостях участник проекта Александр Дашевский. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр Дашевский окончил Санкт-Петербургский университет кино и телевидения и Санкт-Петербургскую академию художеств имени Репина. Художник обратил на себя внимание публике в 2000 году, когда обратился к теме новостроек. Впоследствии серия работ «Недвижимость» побывала во многих городах России. Александр, почему выставка носит такое название «Человеческий интерес»? Мы, собственно, вынося это в название выставки, мы сразу декларируем, что бы мы хотели получить. Поскольку выставка не носит какого-то строго выстроенного, концептуального характера, демонстрирует некоторый ассортимент стратегий, которыми занимаются современные художники, то она ориентирована на то, чтобы привлечь максимального зрителя, и зритель мог выбрать среди этих стратегий то, что ему ближе. Действительно, художники очень разные. Там присутствует и портрет, и футуристические какие-то, мультяшные вещи, и ваши работы, такая некая объемная живопись, и все-таки объединяющая идея проекта. Нет, мы как раз принципиально отказались от всякого причесывания художников под какую-то одну гребенку, как раз для того, чтобы показать, насколько разным может быть современное искусство, насколько по-разному могут думать художники, использующие, в общем, один и тот же медиум живопись. А вот почему Петербургская галерея Анна Нова выбрала для показа именно Нижний Новгород, рассказывает галерист Анна Баринова. Нижний Новгород, конечно, это одно из таких сейчас мест притяжения, потому что у вас здесь и прекрасные ГЦСИ, арсеналы, и прекрасное пространство галереи «Футура», потому что оно привлекает, конечно, своим месторасположением, своими залами, в котором современное искусство обретает новые прочтения. И нам хотелось, конечно, посмотреть, как это будет все здесь представлено. Я очень довольна. Мне кажется, что это большой успех. Большую часть экспозиции занимают именно ваши работы. Расскажите о них. Почему я занимаю большую часть экспозиции, довольно объяснимо, потому что я ее делал, выступал в качестве дизайнера и экспозиционера. Работы из трех серий я представил. Из серии «Бассейны» 2008 года, из серии «Частичные утраты» 2011-го, и последние серии 2016-го года «Павшие и выпавшие». Собственно, это некий такой дайджест по моей деятельности последних 10 лет. Она происходила на фоне большой дискуссии, которая шла на пространстве русского современного искусства о месте и уместности живописи в большом широком арт-процессе. А вот это интересно. А вот ваше мнение, каково место в живописи? Ну, видите, к сожалению, эта дискуссия кончилась полнейшей победой живописи. И живопись победила не столько в честной дискуссии, сколько с помощью административного ресурса. Хотя она была в трех минутах от своей настоящей честной победы. За то время, пока ведущие топовые фигуры российского современного искусства отказывали от живописи в каком-то достойном месте, среди нового поколения живописцев накопилась достаточно мощная рефлексия относительно своего материала и своего места в мире. Достаточно сильные дискурсивные модели были придуманы, которые сильно изменили лицо российского современного искусства. Живопись вернулась в целом в пространство культуры и стала едва ли не ведущим медиумом, ведущей техникой. И вот на выставке зритель может ознакомиться с теми тенденциями, с основными, куда движется современный художник. Перечислите эти тенденции. Кратинечко. Едва ли это полный ассортимент. Скорее, это некоторые три противоположные стратегии. Их гораздо, конечно, больше. Из участников Ирина Дрост занимается такой суховатой, чуть-чуть, немножко, я бы сказал, семидесятнической живописью. Она рассказывает о культуре, которая возникает в подростковой среде, о субкультурном языке, о мрачном подростковом поведении. Это немножко у нас на выставке отвечает за прошлое. Это все-таки рассказ про детство миллениалов. Я рассказываю о каком-то сумбурном происходящем, непонятном и неподдающемся интерпретации настоящим. Поэтому я работаю с такими раздерганными, сложными формами, которые все никак не могут сложиться в цельное произведение и заражают все пространство вокруг. И третий участник нашего проекта, Растан Толасиев, рассказывает о воображаемом будущем. Рассказывает он о нем на языке научной фантастики, с помощью которой он пытается описать, как будет выглядеть художник будущего и современное искусство в будущем. Спасибо огромное, Александр. Ну что ж, увидимся в галерее «Футура». А ровно через секунду узнаем о том, где еще провести выходные. Итак, афиша культурного времени. В пятницу, 13 октября, театр драмы представляет психологический детектив «Метод Грандхольма». В субботу, 14 октября, в «Арсенале» продолжает работу масштабный выставочный проект «Простые чувства». Ну а в воскресенье, 15 октября, театр «Преображение» ждет зрителей на интерактивный пластический спектакль для всей семьи «Однажды в каникулы». Культурных вам выходных. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok